Смотрите, есть три уровня развития отношений с детьми. Первый уровень, самый низкий. Ребенок испытывает неприязнь ко мне. И он всегда, когда я подхожу к нему что-то сказать, сильно от этого напрягается. Почему? Потому что ты вообще недостоин воспитывать этого человека. Вообще недостоин. Ведь вопрос воспитывать своего ребенка означает достоинство человека. Это не означает плохой ребенок. Любой ребенок хороший. У любого ребенка тяжелая судьба, как и у нас у всех. Надо думать, что у него лучше судьба, чем у меня. Он такая же тяжелая, как у меня. Потом ты об этом узнаешь. У него такая же судьба, как у меня. Судьбы детей похожи на судьбы родителей. Всегда. Похожи чем-то. Но первый уровень отношений означает, что ребенок боится, когда родители пытаются его воспитывать. Это значит, что они никогда не воспитывали себя. Никогда. Потому что, когда человек себя воспитывает, он понимает, насколько трудно меняться в этой жизни вообще. И он никогда к ребенку не подойдет вот с этим вот чувством и обломом. Почему ты получил два? Или еще хуже, почему ты обкакался? Соответственно, он приходит. И он не понимает в это время, когда он за злобой говорит своему ребенку, который три года вообще не соображал. Еще не понимает, что только обкакался, что только не обкакался. Ему надо это еще объяснять. Разве он еще не дозвел до той степени, чтобы понять, что обкакался это плохо? Что он надо сдерживать это чувство. Что он понимает, что если хочешь какать, надо какать. И это с точки зрения Эрведы, это правильно. Потому что, когда человек долго сдерживает это чувство, то у него накапливаются токсины в теле. Вот это чувство, хочешь какать, нужно какать, это правильное чувство. Ребенок это чувствует. Потому что у него, он на божественных законах ребенок живет. И поэтому он покакал, ему стало хорошо. Почувствовал счастье. Получился, он там раз, появилось что-то, он хорошо, он доволен. Заметили, что когда ребенок обкакывается, он такой, хорошо, такой прижухает немножко. Значит, обкакался. Так ли? Да. Так. Но отец подходит, говорит, ты обкакался. В это время он сам обкакался. Почему? Потому что он дает ребенку неправильное понимание вещей. Надо с любовью воспринимать ребенка. И на каждом шаге развития, мы же как хотели, чтобы нас понимали. Вот ребенка, редак описывает, самое большое страдание, ребенок испытывает от того, что родители его не понимают. Самое огромное страдание ребенок испытывает только от этого. Что они понимают? Они понимают, что он этого не может пока понять. У него разум недостаточно стоял, он отличается. Но какой родитель может понять, что ребенок не может понять? Только тот родитель, который работает серьезно над собой. Его сердце значит, оно настолько глубоко и чистое, что он понимает трудности человека. Так, смотрите, первое правило. Вот эта третья стадия, с которой мы начали, не должно быть. Ребенок не должен шугаться, когда к ним подходят родители. Он не должен бежать, что его сейчас будут воспитывать. Лучше уже на второй стадии находиться. Вторая стадия означает нейтральное отношение с ребенком. Я, допустим, не слишком работаю над собой, не получил в жизни такой вкус к самосовершенствованию, к чистой жизни, чтобы он сам передался ребенку. Нет у меня такого. Я не такой, допустим, развитый человек. Но я и не жлоб, который гоняет своих детей. Эта вторая стадия означает, что дети не боятся своих родителей. Они знают, что родители не будут их слишком мучить. Они строго себя ведут. Но они понимают своих детей, они понимают, у ребенка, допустим, есть какие-то недостатки. Родители понимают. Ничего страшного, сынок. У нас все изменится. Так? Чем это характеризуется? Миром в семье. Люди сотрудничают друг с другом. Это также проявляется и в отношениях между мужем и женой. Первая стадия, вот третья стадия, самая плохая, означает, все ненавидят друг друга. Муж орет, у него как бы свои идеи, он устанавливает свои правила в семье. Жена свои правила устанавливает. Дети всех боятся. Им страшно жить в такой семье. Дальше вторая стадия. Люди поняли, что любовь все решает. Любовь главная в жизни. Это главный принцип. Смотрите, сначала стоит человек в жизни. Потом принципы уже. Ниже принципы, да? Есть три категории людей. Первая категория людей. Выше всего стоит любовь. Означает, что нельзя без людей что-то делать в жизни. Это божественные люди. Вторая категория людей. У них люди стоят выше, чем принципы. Означает, люди, которые получили энергию людей в своем сердце и идут в правильном направлении. Третья категория людей. Принципы стоят выше людей. Это кто? Фанатики. Люди, которые все разрушают. Понимаете, да? Я уж не говорю про те категории людей, у которых вообще нет никаких принципов. Это отстой вообще. Об этом даже не стоит говорить. Мы сейчас, так как мы собрались здесь и уже друг на друга смотрим больше часа, это значит, что у нас есть возможность это возвышенное общение строить. Человек должен достигнуть такой стадии, что строгость станет возможным в его отношениях со своими детьми. Это означает, что он развился полностью как личность. То же самое с женой муж может строго сказать своей жене что-то, и она это воспринимает. Означает, что он развился как личность. То же самое жена может с любовью строго сказать своему мужу что-то, и он это поймет. Означает, что она развилась как личность. И только в этом случае такие люди могут строго говорить своему ребенку, и он будет внимательно слушать это. И делать так, как они говорят. Вы думаете, почему мой ребенок не слушает меня? Потому что мы недостойны этого. Не та стадия развития. Ничего страшного. Ничего страшного. Всегда есть один хороший способ. Это не трогать своих детей. Воспитание означает изменение моей жизни. То есть я живу правильно, мои дети постепенно тоже научатся жить правильно. Конечно, я уже живаю какое-то время неправильно или жил. И мои дети уже имеют неправильные привычки. Ничего страшного. Все изменится. Мои дети стали взрослыми. И они уже живут с этими неправильными привычками. Я уже воспитал их неправильно. Ничего страшного. Прямо начни жить правильно сейчас, так как ты связан с этими детьми. Незаметно для тебя ты не будешь видеть. Но их сердце будет постепенно меняться. И придет время, может быть ты уже не будешь жить на этой земле. Но твой ребенок принесет цветочки на макилу и скажет. Благодаря этому человеку я изменил свою жизнь. Я жил неправильно, но благодаря примеру этого человека я начал жить правильно. Потом уже. Такое тоже может быть. Это означает, что цель жизни достигнута в отношении всех ребенка. Она может в любой момент быть достигнута. Но на этом пути нет поделения. На пути, на котором ты свое сердце изменяешь, так как сердце ребенка очень сильно и крепко связано с твоим сердцем. Его сердце изменяется немедленно. Такой путь ненасилия является самым глубоким проявлением воспитания. Именно так работают самые возвышенные методы воспитания, так же и в отношениях со взрослыми людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...